Ребят, всем привет! Меня зовут Ирина и добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня я приготовлю самые, пожалуй, ароматные булочки с корицей. У них очень насыщенный вкус корицы и легкая нотка кардамона. Поэтому я думаю, этот рецепт очень хорошо подойдет для любителей как дрожжевой выпечки, так и выпечки с пряностями. Ну и кому интересно, оставайтесь со мной, будем готовить! Рецепт очень простой и очень вкусный. В теплое молоко отправляю сухие дрожжи, сахар, накрою все это полотенчиком и дам дрожжам хорошо разойтись. Прошло около 10 минут, мои дрожжи очень хорошо разошлись. Добавляю щепотку соли и часть муки. Туда же отправляю молотый кардамон и слегка это все размешаю. Добавляю еще муку и буду уже замешивать тесто. Тесто в этом рецепте получается очень эластичное. Добавляю в тесто сливочное масло комнатной температуры либо маргарин и продолжаю дальше замешивать тесто. Здесь абсолютно не имеет никакой разницы сливочное масло либо маргарин, в любом случае получается очень хорошо. Главное очень хорошо вымесить тесто, поэтому я его хорошо вымешиваю сначала в миске, а далее уже перейду на стол. Тесто должно получиться очень эластичным, но при этом очень мягким. Оно не должно прилипать к рукам, поэтому я добавлю буквально столовую ложку еще муки. И на этом с мукой все, больше добавлять не буду. Я перейду на стол и вымешиваю очень хорошо тесто. Я промотаю немного этот момент, так как вымешивала тесто я минут 10. Вот таким мягким, эластичным должно получиться тесто. Отправляю его в ту же миску, накрою это все крышкой и ставлю в теплое место на хороший подъем. Ну и вот, прошло около 30 минут. Мое тесто очень хорошо поднялось, стало пушистое, воздушное, мягкое, эластичное. В общем, такое, какое оно должно быть. Я его еще раз сейчас хорошо подмешу, вымешу на столе и буду разделывать на булочке. Оно очень приятное в работе, если правильно замесить это тесто, оно совершенно не липнет ни к рукам, ни к посуде. Очень хорошо отстает от поверхности и держит форму. Совсем чуть-чуть припылю поверхность мукой и буду раскатывать тесто в пласт, формируя из него ровный квадрат 50 на 50 сантиметров, как в ширину, так и в длину. Толщина теста при этом получается около полсантиметра, 0,5 миллиметров. Сильно толсто раскатывать тесто здесь не советую, старайтесь выдерживать вот эти параметры 50 ширина и 50 длина, так как тесто очень хорошо еще поднимется, булочки будут довольно пышные. Вот такой должен получиться пласт, заготовка моя готова. И сейчас я приступлю к начинке. Для этого 2 столовые ложки сахара смешиваю с 2 столовыми ложками корицы. Корицы я насыпала щедро, с горкой, так как очень ее люблю. Добавлю еще ванилин и моя начинка готова. Далее сливочным маслом или маргарином комнатной температуры очень щедро смазываю свое тесто. Старайтесь не совсем, не до конца доходить до края, отступив примерно около сантиметра. И рассыпаю по всей поверхности теста начинку, равномерно ее распределяя. Скатаю тесто в рулет, разрежу его на порционные кусочки и из них уже сформирую красивые булочки. Ну и вот, мой рулет сформирован. И здесь уже необходимо очень острым и желательно широким ножом разрезать на порционные кусочки в виде треугольников. Разрезается рулет наискосок с одной и с другой стороны, формируя тем самым треугольники. Треугольники должны быть широкие снизу и узкие сверху. Ну и посмотрите, вот такие вот должны получиться у вас треугольнички, широкие с одной стороны и узкие с другой. Выкладываю свои заготовочки на лист, я его простелила пергаментной бумагой, широкой стороной к низу. В таком виде отправляю их в теплое место на 40 минут и дам им хорошо подойти. Мои булочки очень хорошо подошли и теперь черенком ложки либо вилки хорошо надавливаю на верхушку треугольника и прижимаю тесто плотно к низу. Таким образом я поступлю со всем тестом и сформирую красивые симпатичные булочки. Старайтесь надавливать очень плотно до основания донышка, так как в процессе выпечки булочки увеличиваются в объеме и могут слегка раскрыться. Поэтому прижимать старайтесь очень-очень плотно. Интересные у меня получились по форме булочки, часть напоминает сердечки, часть похожа на яблоки. Сейчас я их смажу желтком. В желток я добавила 2 столовые ложки воды, чтобы он был пожиже и со всех сторон хорошо промажу булочки. Сверху слегка присыплю каждую булочку сахаром и отправлю их в хорошо разогретую духовку при 225 градусах выпекаться до золотистого цвета. Ну и посмотрите, какие красивые в итоге получаются булочки. У меня в духовке они простояли около 20 минут. У каждого духовка выпекает по-разному, поэтому ориентируйтесь на свою. Невероятно ароматные, мягкие и вкусные получаются булочки. Всем любителям, как я уже ранее сказала, дрежжевого теста, либо с пряностями теста, очень советую и рекомендую попробовать этот рецепт. Поверьте, он не оставит никого равнодушными. Ну а я говорю спасибо всем, кто был со мной. Ставьте лайк, если вам понравился рецепт. Подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита, всего хорошего и до новых встреч! Готовьте всегда с удовольствием!